Итак, всем привет дорогие друзья, с вами Тутемпалт. Спасибо вам большое, что очень сильно, прям очень сильно поддержали два моих последних ролика. Я правда вам очень благодарен, спасибо за комментарии, спасибо за лайки, спасибо за просмотры. Надеюсь у нас дальше всё будет так же продолжаться. А сегодня мы с тобой, дорогой друг, будем приручать Ферекс. Итак, мы на карте Айланд, если вы меня сейчас спросите, почему именно тут, да потому что мне тут пока больше нравится. Ну и что я вам хочу сказать, на зимнем биоме, ну в арктическом биоме карты Генезис, очень мало Ферексов, прям безумно мало, и их найти сложно, достаточно сложно. Поэтому я сейчас на карте Айланд буду вводить ещё чит-код, чтобы его призвать. Ну и пока ещё веду пару кондиков, чтобы со мной ничего плохого не случилось. Так, смотрим. Так. Ну короче, что делаем, призываем Ферекса, да? Так. Вот он наш этот Ферекс. Сразу на меня смотрит. Вот такое вот он у нас создание. Ладно. А сейчас ещё призовём элемент. Так, чит-код на призвание элемента я сделал. Делаем вот так. Блин. Делаем вот так. И у нас добавляется элемент. Так вот, вложим его в последний слот. И смотрите, в чём суть приручения вот этого зверька. Суть приручения вот этого зверька в том, что он будет мутировать после того, как вы ему даёте элемент. Но у него пойдёт стадия приручения. То есть он будет за вами гнаться, пытаться вас убить и что угодно с вами сделать. Поэтому советую, что если вы нашли такое существо, советую делать сразу ловушку и гонять от него как можно быстрее. Не то, что гонять от него, а просто загнать ловушку или если у вас хорошая скорость, побегать от него. Потому что он потом начнёт сдаваться и, соответственно... О, на, на, элемент. О, вот смотрите. Он сейчас начнет мутировать, побежит за мной. И начнёт меня бить. Это будет именно вот так выглядеть. Вот он ещё, смотрите, что делает. Мешает бежать и прыгать. Вот это вот он делает. Он меня подкидывает, вообще забивает конкретно. Вау, ничего себе. Короче, вот это машина, я понимаю, машинная. Вот он сейчас, когда вымотается, надо будет ему ещё раз кормить. Вот видите, ну, суть в том, что или вам лучше всего куда-то на гору завазить от него. Лучше всего куда-то на гору завазить. И вот это я вам отвечаю. Вам будет намного лучше. Потому что он начинает за вами вот так гоняться, мочить вас. Вот поэтому лучше всего, пока вот он мутирует, посидеть в ловушке. Вот такой вот это весёлый уровень, оборотень. Сейчас, давай, давай, мочи меня. Давай, автомобиль. О-о-о-о! Подкинул так, назад к тебе бежим. Только не можем. Видите, баф какой? Да это такой баф, что я даже побежать не могу. На ещё. Тебе приручение-то хоть идёт? Ну вот, короче, приручается он вот так вот элементом. Сейчас попробую его так погонять. И когда приручу, покажу вам на месте. Кстати, элемент я даю ему на нулевом слоте. То есть, когда я к нему подхожу, я нажимаю цифруку 0. И даю ему так элемент. Короче, вот я его приручил, и выглядит он как-то так. Сейчас вот у него 30% наркомании. 0 элемент. Элемент 2 требуется. Так, это ты в каком плане? Короче, вот так вот его можно посадить на плечо, если что. Ладно, а сейчас, раз уж у меня есть элемент, то можно сходить вот к тем горам и попробовать ещё на них залезть. Потому что, говорят, он карабкается, как дей на них. Сейчас скормлю ему элемент. Но ещё типа прикол в том, что он это... Он будет искать у вас элемент. Да, он будет искать. Так. Ну и это. Хочу сказать то, что... Сейчас вот я ему скормлю, он станет машиной. Стоп, а тебе его кормить на нулевой слот, что ли? На. А, да, на нулевой слот, смотрите. Ага. Элемент 2 скормлю, и он станет монстром. Чё, нет? Ооо. Стал он монстром. Так. Пожизненная трансформация. Наркомания 44%. Ну, смотрим, чё он у нас в могиле. Он сейчас будет ещё элемент брать, чтобы оставаться в таком состоянии. А так, типа, вот такие характеристики для А35 уровня. Попробуем на нём побегать. Бегает он достаточно неплохо. Ну-ка. Прыгает тоже неплохо. Дерётся правой-левой на вторую кнопку. Ну, смотрите. На левую кнопку мыши просто махается, цапается. На правую кнопку мыши он наносит вот такой вот баф-удар, который не даёт убежать. Так. На русскую эс. Он целится куда-то. И как я... Ооо, ничего себе! Он умеет швырять камни. Ну-ка, давай вот в эту заразу. Нормально так. Короче, умеет швырять камни эту машину. Ну, это классно, что могу сказать на русскую эс. На которые он что делает? На которые он ничего не делает. Ну, на русскую эс вот он выполняет такие броски. Давай попробуем полазить по стенам. Ооо, машина, а? Давай. Опа. Так, как? Ага, вот. Короче, делаешь пробел, нажимаешь shift, он прикрепляется. Да-да-да, вот. Я нажал пробел и shift одновременно, и он прикрепился к стене. Давай еще раз. Давай вверх. Давай заберемся, давай. Ооо, машина. Короче, вот такой вот он молодчик. Вообще, он по сути, такая неплохая живка для перемещения. Мощный, даже слишком мощный элемент, он пока не хавал. А что будет, если... А, еще это. У него есть фаза ярости. То есть, если у него будет какая-то нехватка элемента, ну, или типа того, или если у него там будет какая-то паника, которая ему мешает жить. Хочу сказать то, что он, это, будет разносить все вот так вот подряд на свете. Все на свете будет разносить. То есть, хочу сказать то, что он как гиганатозавр. Если впал в ярость, то будет все разносить, даже своих. Можем сейчас вот, в принципе, посмотреть, что будет, если я ему... А, вот, видите, тут таймер он идет. Если ему еще скормить на тут же ноль, то... Он это... Повысит, да, таймер? Давай посмотрим, что будет, если мы ему до хрена сделаем, если он впадет в зависимость. Ну-ка, интересно. Ну, давай. В зависимость впал, да? Посмотрим, что умеешь. Вот он впал в зависимость, да? Ну и что, ну впал он в зависимость, помню. Я как понял, он со всеми будет драться, если он впал в зависимость. Но если что, можете написать комментарий. Ладно, дорогие друзья, с вами был Тутан Пау. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравился данный обзор. Спасибо за поддержку. Я рад, что вы меня поддерживаете. Ну, всем удачи и всем пока. Спасибо вам большое. Большущее вам спасибо. Спасибо за то, что вы со мной.